МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканалу Беларусь-2. Распочинаю программу репортер телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Сегодня весь свет означает День навуки. У первой недели он прошел в 2002 году. Зараз, як и 13 годов тому, гэтая дата нагадывая про то, что навука мая потребува у сибаковой подтрымцей развития. С гэтой же амэта День навуки пройдя и у Гомелі. Во университете имя Франциска Скарына отбудется сустреча процтауников Улады, Национальной академии навук и ведущих навуковых организаций в области. Подребязнасти мероприемства глядите у наших наступных выпусках. У Гомелі протягивается Международная олимпиада по менеджменте «Сярод молоди» мероприемства промерковано до Сусьветного дня якости, який означается кожный год у листопаде на протягу уже больше 25 годов. За узнагорода олимпиада, якая проводится у другий раз, змагаются представники Беларуси, России, Украины, Литвы и Молдовы. Гэты студенты, магистранты и молодые специалисты в галине стандартизации, сертификации и якости. Ранее яны уже становились переможцами интерактивного этапа олимпиады и теперь претендуют на звание лепших-злепших. Головная жмета самого мероприемства – формирование культуры, якая накерована перш за усе на досягнение высоких стандартов якости во усих галинах вытворчасти. Этот конкурс очень показательный, потому что его задача вовлечь молодежь в это движение, его задача показать, что у нас очень много талантливой молодежи, которая способна не только осваивать знания, но и предлагать свои варианты решения тех или других проблем. Межтым, сделать добрую справу и оказать свою допомогу людям, которые у нее имеют потребу, может каждый, для этого достаточно широкого желания и великого человеческого сердца. Хронический вирусный гепатит С – захворение тяжкое и небезопасное. У сполучения с детским церебральным параличом этот диагноз на угол гучит, как присуд. Так отрималось, что две эти складанные хворобы самого детства выпробовывают на трывалась молодого гамельчанина Андрея Антоненко. Спадзеемся, что его история никого не покиня бы Яковым. И он цикавится истории и русской поэзии, сбирая цитаты вядомых людей, отшувая постоянную тягу до самопознания и саморазвития. Гэты эрудированы, допытливы и не глядячи на усе перепятые лёсу, житя радостны. 24-гадовый гамельчанин Андрея Антоненко – инвалид с детинства. Неправильно принятые роды, як наступство детяши церебральный паралич, зробили его житё штадионной боротьбой. Братьбой за то, як быть таким, як усе, не отшуваючи обмежаванню. Однако, как говорит себя, да не приходится одна. И сейчас Андрей, разом с мамой Тамарой Ивановной, якая на протягу всего життя з'является его надейной опорой и поддержкой, вымышена смагаться одразу с двума тяжкими хворобами. Всю жизнь, как говорится, я за него боролась, всё для него делала. Ну и мы привыкли, жили, это наш образ жизни. Но когда ему было 8 лет, он заболел вирусным гепатитом С. Заразили его при удалении зуба. Сначала мы не придали значения этому заболеванию, так как ничего про него не знали. Но за годами мы узнали много информации, узнали, что это очень коварная болезнь. Ну и решили с ней бороться. Вирусный гепатит С – хвороба саправды коварная. Нездарма его еще называются ласкавым забойцем. Як правило, она протекает бессимптомно. Люди могут годами хвореть, навод не ведаючи про это. А вирус тем часом безлитесно знищает их печень. Это жахливые медицинские факты, как и шматлякуют иншую информацию про вирусный гепатит С, нам аучил Андрей. Про свою хворобу хлопец ведая не горж за врачов. Я не мог лечиться и избавиться от этого вируса из-за своего основного заболевания, из-за того, что мне противопоказано стандартное лечение. И пришлось до сегодня, на протяжении 17 лет, с этим вирусом уживаться. До недавнего часу диагноз вирусный гепатит С для Андрея гучау, як присут. Из-за хворобы ДЦП ему подыходили только препараты, которые поддерживают печень, но не избавляют организм от вируса. И только сейчас у хлопца появилась надея на выздоровление. У США выпустили препараты, которые практически не имеют помощных эффектов, а выздоровление наступает у 97% выпадков. На жаль, эта веротовальная соломинка у грошовом эквиваленте для семьи Андрея – неподъемная глыба. На сегодняшний день в Америке оно стоит 85-90 тысяч долларов. Но еще есть аналоги этого препарата, который выпускает в Индии, индийская компания и в Египте. Оно, конечно, порядка дешевле, где-то, может, 18-20 тысяч долларов стоит. Но для нашей семьи эта сумма тоже, как говорится, недоступна. На пенсию мати и сына такие дорогие курсы лечения не потягнуть. Тому семья Антоненко звертается до всех неабыяковых людей с просьбой допомогчим у этой непростой житевой ситуации. Перелечить охверование на решение Антона вы можете над брошенные рахунки, якие зараз бачите на своих экранах. Мне бы хотелось обратиться ко всем тем, кто может оказать помощь, кто может чем-то поддержать, чтобы я имел возможность жить полноценной здоровой жизнью. Я благодарю всех заранее. Всем спасибо. У боротьбе завертывания Андрей шукает любые махчимости. До приклада, как про его проблему доведались и смогли одолкнуться больше людей, он створил специальный сайт в интернете. Андрей готовый до того, что не все отримывается одразу. Однако его головный житевой девиз – никогда не опускать руки и не сдаваться. Зараз самая заповедная мара Андрея – собрать необходимую сумму на ляшине, а в перспективе есть идея – организовать ассоциацию хворых на гепатит С, как своим особистым прикладом натхнять инших на выздоровление. Люди должны понимать, что пока они живы, пока у них есть возможность что-то делать, они должны добиваться за свое счастье, за свое здоровье. Человек должен иметь позитивное мышление и ни секунду не сомневаться в том, что он выздоровеет. Сомнения – это уже почти поражение. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Старшиня национальной державной телерадио «Компании», заслуженный артист Республики Беларусь, телеведучий и литератор. Человек, про которого шмат можно сказать. Але минавито про литератора Геннадия Давыдька у пойдя размова у черговом выпуску программы «Добрый вечер, Гомель». Творчая состреча у студии телерадио «Компании Гомель» отбылась из нагоды выхода у свет двух книг Геннадия Давыдьки. «Лоу-слоу» – так называется сборник вершев, миниатюр и фраз аутера. Другая книга – «Казка-пьеса» «Зорки сёма га неба», адресована маленькому читачу. Яке твору вайшли в новый сборник, про что пише аутер, як пройшла презентация книгу Минску и як Геннадий Давыдька ставится до крытыки. А так само, чому книга для детей можно обучить дорослых и кто з'является прототипом казачных героев. Про что я ще йшла размова подчас творчей состречи и какие сюрпризы чекали гостя студии. Глядите сёня у программе «Добрый вечер, Гомель» по 19.00 на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Завершился чемпионат Беларуси по футболю в Высшей Лизе. Золото я ще дотерминово завоевал Бате. Сребра чекана досталась столичному «Динамо». Целегорский шахтёр занял третий радок. Галонным неудачником сезону став футбольный клуб «Гомель». Зелёно-белые покинули элиту. Перед опошней гольного чемпионата у гомельчан я ще был шанс застаться у Высшей Лизе. Однако для этого треба было перемахать дома «Динамо-Минск». Задача вельмене простая, однако болельщики верили у поспех до опошняга. И про 7 хвилин после стартового свистка футболисты «Гомеля» сдолили крыху полепшить своё становище. После пасу Геннадия Блезнюка Алексей Цяслюк змог сбегча до баронцау и пераиграть галки пера гостей. Однако радость доужилася недолга. На 14-й хвилине Фатас Бичырай дальним ударом зравнял лик. У далейшим гостей не знижали циск на вороты зелёно-белых, имели некальки добрых махчымастев. Госпадары трымалися. До 61-й хвилины. Чыгозі у «Доджі» практична звёў до нуля шансы «Гомеля» захаваць пропіску ў эліті. 1-2. Больш командам забіць не удалося. Павыніках чемпіонату «Гомель» ў 26 матчах набраў 18 очков і заняв 14-е месца. Мазырская славя ў заклюшным туры саступіла Гродзінскому Ньоману 1-3. Мазырані завершылі чемпіонат на 10-м Радку. І гэта была пошній інформація выпуску. У студы працывала Наталья Ігнатенка. Я і мае калегі жыдаем вам доброго дня. До новых сустречу эфіры.